Продолжение следует... Я была на концерте презентации группы Кипелов, и вживую мне очень понравилось то, что исполнялось гораздо больше, чем на записи. Я всегда говорила, что и Ария, и Кипелов – группы концертные. То есть энергетика, подача, вот именно живое исполнение, взаимный вампиризм между исполнителями и аудиторией играет свою роль. Совершенно по-другому зазвучали композиции с нового альбома в живом исполнении. Единственное, что я бы, конечно, немножко утяжелила бы еще свою любимую Даму Пик. Хочется побольше тяжести, но я думаю, что ребята над этим работают, и это будет. Так что где-то там вначале мне больше нравился «Ледяной дождь». На концерте он мне не очень понравился. Все-таки чаша весов больше склоняется в сторону Дамы Пик, рожденной летать. И мне очень хочется услышать «Жажду невозможного», как прозвучит в живом исполнении. Так что четко я вам не могу сказать. Все зависит, наверное, от времени, от настроения. Какая песня, как вы говорите, зашла, какая песня не зашла. Так, Виталий Пильник. Работа над какой песней с нового альбома доставила вам и всей группе наибольшее удовольствие? Какая песня для вас оказалась самой сложной? Ну, вы знаете, когда так работает, как нам работало с этим альбомом, трудно говорить о каком-то наибольшем удовольствии. Обычно удовольствие доставляют, когда ты пишешь первый вариант текста. То есть там ты как бы еще не знаешь, что тебя ждет. То есть ты можешь предполагать, что тебя ждет, что текст не пойдет. Но есть такой какой-то азарт. А потом уже начинается работа, начинается рутина, начинается правка. Так что могу сказать, что по тому, как был написан текст, наибольшее удовольствие мне доставила песня «Жажда невозможного». То есть я там могла как бы поиграть, да, образами. И «Темная башня». «Темную башню» я дальше расскажу. Мы с Молчановым сделали довольно вот этот вариант, который он спел, довольно быстро. Самая сложная песня – это «Ледяной дождь». Она писалась много лет, вариантов масса. Масса вариантов. И, честно говоря, я думала, что она вообще никогда не будет написана. Потому что мне, допустим, нравился один вариант. Валерию Александровичу нравился другой вариант. Потом вообще все замерло, потом опять все оттаяло, как вот после «Ледяного дождя». Очень сложная ситуация была с этой песней. Ну, не знаю, отношение к ней у фанатов тоже сложное. Но мне кажется, что последний вариант не худший из того, что могло бы быть. Николай Григорьев, Баргарита Анатольевна. По поводу названия самого альбома. Вы хотели его назвать «Жажда невозможного». Почему? «Звезды и кресты» – так захотел заглавить его Валерий Александрович. Спорить не стали? Со мной никто никогда не спорит, и меня никогда особо и не спрашивают, как должен называться альбом. «Звезды и кресты» просто – это как бы первая песня. Обычно называется по первой песне альбом. Я бы действительно его назвала «Жажда невозможного». На мой взгляд, это гораздо интересное и многоплановое название. Я смеюсь так с юмором, говорю, что это отражение «Жажда невозможного» во всем. То есть «Жажда невозможного супермузыка», «Жажда невозможного супертексты», «Жажда невозможного суперзапись», «Жажда невозможного суперобложки» и так далее. То есть мы хотели совершенства, а совершенства в мире нет ни к чему, а «но». Как пела группа «Мастер» с моей подачи. Может быть, сейчас поет, давно на концертах не была. Так что вот невозможного жажда невозможного совершенства. С другой стороны, там где совершенство, там смерть. То есть я бы назвала все-таки альбом так, и не согласна с тем, что мне стали говорить, что это несоответствие жанру и так далее. Все это соответствует. «Звезды и кресты» очень просто. Я понимаю, почему Валерий Александрович, он любит то, что попроще. И опять же, первая песня. Но хотелось бы эксперимента. Но поэтов никто не спрашивает, как назвать тот или иной релиз. Так, Дмитрий Ковунский. А имелись ли готовые альтернативные варианты обложки альбома? Отбракованные варианты, если имеются такие, известны ли они вам? Я видела наброски. Мне понравилось то, что сделал Костя. Хотя реки времен мне очень не нравится оформление обложки. Но в этот раз он сделал гораздо интереснее, гораздо стильнее. Гораздо жёстче и больше соответствует музыке и стилю. Вот эта вот звезда со змеями, компас, вот это всё. То, что было сделано товарищам из-за границы, это отвратительно. Извините, не отвратительно, но на мой взгляд, это просто детский рисунок. Такой, как я смеюсь и говорю, электрический стул или электрическая табуретка. Какие-то корабли. И причём вот этот вот план, когда вот это вот всё вот так вот, прямо, и звезда, всё по одной вертикали выстроено. Ну, нельзя так. То есть стул, если бы меня кто спросил, трон надо было бы развернуть. Я бы какую-нибудь черепушку положила бы, может быть, в шутовском колпаке. На этот, вот, какой-то там фэнтезийный герой с Митчелл. Ну, то есть, не знаю, вот эта обложка, ну, совершенная. И цветовая гамма полностью соответствует обёртке, конфет и салют. Вот кто подумает, может быть, увидит в продаже, в супермаркете. А, альбом кипел уже на шоколадных конфетах. Ну, всё, может быть, я не протестую. То есть, ну, опять же, моего мнения никто не спрашивал. Музыканты думают, что они у нас во всём разбираются. Собственно, вот эта обложка поставила большой вопрос в данном отношении. Я считаю, что музыканты должны заниматься музыкой, а художники должны заниматься всё-таки оценкой и предложением каких-то вариантов. То есть, мне понравилась мне работа этого заморского товарища. Я думаю, что наши бы могли бы оформить гораздо интереснее. Есть люди, которые этим занимаются. Но их надо искать, надо с ними договариваться, надо с ними работать. И об этом говорит мой опыт работы с людьми, которые оформляли релизы маргенты. На мой взгляд, гораздо более соответствующий стилю, и готическому, и тяжёлому, и гораздо интереснее всё это сделано. Я уж не говорю о тех фотографиях, которые в буклете, это вообще катастрофа. Извините, товарищи, за критику, но не всё же вам тексты критиковать, господа художники и господа музыканты. А вот иногда я могу и сказать что-то в адрес тех, кто оформляет данные тексты. Так, Алексей Тюкин, наш художник из Севастополя, спрашивает, «Почему песня «Непокорённая» не вошла в альбом? Сначала ожидал, что косовые «Непокорённые» будут бодро шагать на патриотическо звучащем альбоме «Звёзды и кресты». Алексей, альбом не патриотический. Как можно понять, там около патриотической песни это только лишь первая. «Непокорённый» выходил на сингли, и я думаю, что он бы только, ну как бы сказать, упростил бы этот альбом, и была бы какая-то такая лобовая атака, которую опять бы неправильно поняли многие. «Непокорённый» хорош на сингли. Это самостоятельная песня, посвящённая Питеру, замечательная совершенно, Ленинграду. Замечательная совершенно песня, своё место нашла на сингли. По поводу названия альбома я уже говорила, споры на эту тему не знаю, может быть, там внутри они и были. «Звёзды плюс кресты» — символы татуировок. Ну, знаешь, не забуду, мать родную, это тоже татуировка. И купола, кстати, которые накалывали заключённые и профиль Сталина, как пелось в одной известной песне, всё это тоже было, поэтому к татуировкам можно не отсылать. Это смешно. Виталий Крупин, пожалуйста, скажите, написание какого текста с альбома далось вам легче всего? Можете припомнить последний случай в сотрудничестве с Кипеловым, когда текст был принят сразу и более не правился. Таких случаев практически нет, за исключением песни «Безумие» на прошлом альбоме. Вот там, при том, что Валерий Александрович не читал ни Ницше и вообще плохо имеет представление о его творчестве, но как-то текст вот лег на музыку, и Валерий Александрович, что для меня было удивительно, я уже говорила об этом не один раз, быстро принял текст о философе, и вот как бы в альбом он очень чётко вписался. А вообще всегда легко пишется первый вариант, то есть трудно находится первая строчка, очень трудно всегда находится, с чего начать. Потом при прослушивании музыки всё-таки появляются какие-то образы. Да, и первый вариант, вот как было с «Дамой пик», очень просто было написано первый вариант. И «Ледяной дождь» первое стихотворение было написано довольно просто. А потом уже я об этом говорила выше, начинается работа, переделка, конечно, там получается своей сложностью. Смешной вопрос. Дезмонд Хьюм спрашивает. Как вы думаете, без вашей помощи группа Кипелов через сколько бы лет выпустила альбом? Я не знаю. Я думаю, что, может быть, и не выпустила бы, я так гордо думаю. А этот вопрос лучше адресовать Валерию Александровичу, как он думает. Я думаю, что, конечно, напряг был бы большой с авторами, потому что не каждый, кто сочиняет, готов делать по 20-25 вариантов на один текст. Люди гордо уходят просто-напросто и говорят, что, знаете что, идите вы со своими делками куда подальше. Хотя очередь Кипелов стоит большая. Просто многие не знают, что это такое, работать с Валерием Александровичем, вообще с музыкантами семейки, и какие трудности их ждут впереди. Вот этот вопрос, конечно, очень хороший следующий, и мне его хотелось озвучить особо. Михаил Ситников спрашивает. В буклете «Звезды и кресты» есть пометка о том, что имя автора строчки «И сердце в пропасть, как прежде не летит» устанавливается. Как так получилось, что ни вы, ни Валерий Александрович не может вспомнить, кто предложил эту строчку? Миша, я вообще не знаю, кто предлагал эту строчку. Мне не предлагали ни одной строчки. Это было где-то в каком-то варианте, который писался на стороне, потому что песня, по-моему, сколько она, 5 лет, что ли, она сочинялась, да? Я уже ее забросила, ребята отдавали кому-то другому, и откуда эта строчка появилась, я хоть убей, не помню. Там не только эта строчка, а еще и первая строчка тоже взята из какого-то варианта, который то ли писали Молчанову девушки знакомой, то ли писали Валерию Александровичу, я не знаю. Поэтому, когда речь зашла о уже окончательном варианте, я сказала, выясните, чье авторство этих строчек, чужого не надо. Никто не мог ничего вспомнить. Вот Валерий Александрович, ну, естественно, по прошествии такого времени ему уже много стихов присылают. Он тоже не мог вспомнить, поэтому я сказала, поставьте звездочку и напишите, что пусть откликнется тот, кто это сочинил. По справедливости. Я думаю, что я права. Так что я здесь, как говорится, ни при чем. Меня чужие строчки не очень интересуют. А вот ребята просто забыли, кто хотел им так помочь. Светлана Белова. Какая песня с альбома появилась первой? Были ли случаи полного изменения темы песни? Ну, это идет повтор. Как рождалась концепция альбома? Светла, я в этом альбоме концепции не вижу. Концепции здесь нет. Это как бы песни, особо не связанные друг с другом. Если только там лексические какие-то повторы, какие-то слова повторяются. Допустим, вот звезды, да? Звезды. Крестов там очень мало. То есть в основном они в первой песне. Концепции как таковой – это не концептуальный альбом. Чья была идея переложить классику? Легко ли трансформировалась пиковая дама в даму-пик? Классики как таковой там нет. Там есть. В первых вариантах вообще никакой дамы-пик не было. Там был разговор как бы человека, который уже прожил жизнь и многое пережил. И разговор с молодым человеком, который решил, что все уже кончено, что-то у него не получается, что судьба его обманула, что все, пора, как говорят, слезть в петлю. Никакой дамы-пик не было. Дама-пик появилась потом. То есть я посмотрела фильм «Лунгина. Дама-пик». Замечательный, совершенно потрясающий фильм. Большая редкость в нашем кинематографе, чтобы так удавалось. Мне там очень понравилась Ксения Рапопорт. И я решила вот этот образ дамы-пик, который она играет, вот этой вот такой вот издевательско-роковой актрисы, как-то вплести. То есть уже там появился вот этот вот образ. Конечно, на всякий случай я перечитала Александра Сергеевича Пушкина. Но как таковой сюжет, тем более в окончательный вариант, он, конечно, вообще не вошел. Так что трансформации классики здесь нет. Есть только образ дамы-пик. Вы, если не поленитесь, возьмите карточную колоду, такую стандартную, и посмотрите там на даму-пик. Там очень интересное изображение. Мне нравится такая мерзкая дама с черным тюльпаном в руках. В свое время ее сыграла, очень интересно, актриса Носова в детском фильме про шахматное королевство, про принцессу и какого-то там принца, какой-то кот в сапогах там замешан. И вот там была дама-интриганка в исполнении актрисы Носовой, которая была вот точно в таком обличье, как вот эта дама-пик на классическом изображении в карточной колоде. С черным тюльпаном, вот это вот такая стрижка, все. Там они еще что-то пели на ослике, на ослике там, и заройте что-то там сокровище старушкина под камнем на площади Пушкина. В общем, очень смешной такой детский фильм, но там четко был скопирован вот этот образ. И когда уже сочинялся последний вариант, один из последних вариантов, я очень четко представляла вот эту даму с таким и сильным взором и с этим тюльпаном черным в руках. Но об этом я поговорю немножко попозже, конкретно о Даме-пике. Вы говорили, что работать над новым альбомом было легче, чем над «Жить вопреки». Свет – очень простой секрет, почему легче. Песни короче, нет таких длинных песен. Поэтому, в общем-то, и было проще, хотя вариантов было, наверное, тоже немерено. Но я вчера просмотрела свои черновики, в альбоме «Жить вопреки» достаточно было вариантов на каждую песню, тоже количество было огромное. Костя Лазученков. В некоторых песнях, сочиненных с Валерием Александровичем, явно прослеживается связь с Высоцким. «На крутом берегу, конь привередливый, рожденный летать» – песня падающего бомбардировщика. Интересно, кто из вас является поклонником Владимира Семеновича? Вы знаете, и Валерий Александрович очень любит Владимира Семеновича, для него это определенный эталон. И я очень люблю Высоцкого. Но идея, честно говоря, вот этого «Рожденный вылетать» – это исходило от меня. После нескольких вариантов текстов, все-таки остановились на вот этом «Истребителе». Хотя я должна сказать, что иногда я Валерия Александровича удивляю, читая ему по телефону те или иные стихи Высоцкого, которые нахожу в тех книгах, которые у меня есть. Он не все хорошо знает. Одно стихотворение я ему прочитала на засыпку. Говорю, кто написал? А там довольно извительное стихотворение про ад и про чертей. Он не отгадал. Я говорю, это Высоцкий. Он был поражен, что Владимир Семенович так смело говорил о некоторых, в общем-то, темах религиозных, скажем так. «Косово поле» – очень трогательная и берущая за душу песня. Очень близкая нам. Православная. Можно вспомнить песни западных славян. Спасибо, Костя, за упоминание творчества Александра Сергеевича Пушкина. Да, песня западных славян имеет место быть. Хотелось бы узнать историю написания этой замечательной песни. Почему все же не оставили ту часть, которую поет девушка? Ну, это уже было решение Владимира Александровича. И с дуэта сделать монолог. Хотя вариант дуэта так до сих пор остается. История написания простая. Меня как бы воспитывали как большую интернационалистку в нашей семье. Интернационализм был. И папа в свое время воевал в Китае. На стороне Мао Цзэдуна. Скажем так, против японских товарищей. В смысле, противников. 1938 год. А когда его вызвали в военкомат. И для того, чтобы сказать, что он удостоился чести быть отправленным в Китай. Он подумал, что его вызвали для того, чтобы отправить в Испанию. Там, где как раз республика погибала. Так что интернационализм это как бы в крови у нас. И эта песня, как бы мое извинение перед Югославией. Перед теми, кто пережил бомбежки Белграда. В общем-то, перед теми, кого Россия просто, на мой взгляд, предала. Я вспоминаю рассказ о том, как наши, по-моему, бронетранспортеры оказались в глубоком тылу в 90-м году. Не хватило у них топлива для того, чтобы продвинуться дальше. Но хотели спасти. Ничего не получилось. И, в общем-то, распад. И вот эта вот сербская проблема. Ну, в общем, короче говоря, вина здесь наша есть. И вот Косово поле, как бы это мое извинение. Валерий Александрович, может, к этому, конечно, не присоединяться. Но изначально идея была такая. И я прочитала просто одну очень интересную статью на эту тему. И она настолько меня глубоко тронула, что я долго думала, как бы это все оформить. И в результате вот получился вот такой вот фольковый вариант. Помнится в книге Арии Маргариты при разборе песни «Отшельник» затрагивалась песня Диккенса на «Человек в печали». Да. И в сноске указано, что, согласно словам Мюллера, это словосочетание можно перевести как «Христос». Интересно, не приходила ли вам идея написать песню о Христе, не прямолинейную, как обычно, а о «Человеке печали», скорбящем о нас и любящем нас. Вы знаете, может быть, эта идея и приходила мне в голову, но сейчас я не стала бы писать ничего о Христе. С меня уже достаточно всяких писем и всяких обвинений. Вот здесь вот ответственность перед обществом как раз проявляется. Так как наше общество просто тихо сходит с ума, я не хочу нести ответственность перед сумасшедшим обществом. Но ради правды надо сказать, что при работе над одной из новых песен группы Ария у меня получился очень симпатичный текст, написанный под впечатлением Арии Джезус Крайста «Гефсиманский сад». Но, к сожалению, этот вариант не прошел. Я писала об этом в своей группе ВКонтакте. Люди заинтересовались. Придет время, я, возможно, этот текст и опубликую. Очень сильный текст, на мой взгляд, о судьбе Иисуса. О том, что Он, собственно, как все это закручилось, как все это закончилось. До Него эта трагедия, опреченного Иисуса Христа. Так что я думаю, что Валерий Александрович не будет про это петь. Пусть он глубоко верующий православный христианин. Вот как раз, я думаю, что глубоко верующий православный христианин про это не стал бы петь. Так мне кажется, во всяком случае, может быть, я ошибаюсь. Но уже говорю, что в данном случае не будем дразнить людей, которые считают себя очень верующими и при этом нарушают все заповеди. И, в общем-то, на самом деле вера их не так сильна. Но это как бы в догонку. Так, песня о Звезды и Кресты конкретно. Можете ли поведать нам историю создания песни? Спрашивает Сергей Савостенок. Крайне интересно. Заранее благодарю за ответ. История такова, что сначала не было понятно, что эта песня будет первой. То есть к этой мысли Тепелов пришел не сразу. Поэтому были варианты, которые никакого отношения к Звездам и Крестам не имеют. Там даже был один текст, очень такой интересный по одной из легенд. Не помню только, чья это легенда. По-моему, какая-то латиноамериканская легенда. Какой-то рассказ латиноамериканского автора о том, как боги превращаются в демонов. Вот. Этот текст существует. Слава Богу, он не пропал. Я думаю, что вы его еще услышите. Потому что мне жалко, когда образные красивые тексты остаются в столе. Но есть музыканты, которые, в общем-то, готовы поддержать и это исполнить. Был там вариант и такой, опять же, перекликающийся с рабом иллюзий. Вот. Сейчас я даже скажу. Могу прочитать некоторые строчки. Так, для интереса. Чтобы вы не очень ждали «Арию и Маргариты 2», а вот как бы компенсация. Мне не нужен колдун, предсказатель, учитель, советник. Ураган новостей на просторах словесных степей. Лень души не по мне. Но я не фанатик, не смертник. Я хочу быть всего лишь хозяином жизни своей. Верю только себе. Горьким прошлым научен. Не хочу унижений и глупых потерь. Убивая цветы, сорняки пробиваются к солнцу. Это древний закон, как и маски людей вместо лица. Стать шутом так легко. В наше время вранья и притворство. Не перечит царькам. И рисуя круги, не углы. День за днем наизлет. Смех опять превращается в слезы. Молодых ищет смерть. Старикам снится новая жизнь. Так и вертится мир. И гремят наших судеб колеса. Верю только себе. То взлетает, то падает вниз. Вот такой был вариант. Так что видите, ничего общего со звездами и крестами не имеет. Еще один вариант. Их там было массово. Я читать не буду. А то музыканты на меня обидятся. За раскрытие сеанса черной магии. В данном случае не черной магии, а серой магии. Потому что абсолютно черной и белой не бывает. Ну, вот так немножечко вам для разнообразия. Да, и вот меня очень огорчило, что не все поняли смысл этой песни. Там, то есть, окончательный вариант «Звезды и кресты». Вот, например, Александр Новиков просит рассказать об образах. Полина Бабкова пишет, что получился яркий эмоциональный альбом. Но вот не понимает она смысла песни «Звезды и кресты». Полина, в общем, я не знаю. Валерий Александрович очень много рассказывал про эту песню. Если вы знакомы с историей России и Руси, то там, по-моему, нет никаких таких темных мест в этой песне. Но вот я знаю, что кто-то высказывает недовольство с такой строчкой, как вот он прыгает в омут, то с язычницей, то с молчаливой святой. Но для этого надо знать историю своей страны. И языческая Русь была, и потом крещение, то есть уже православная, уже святая как бы Русь. При этом и сегодня есть и язычники, и неоязычники. То есть это все очень связано. Дальше были претензии к образам. Там Голгофа, распятые пророки. Дорогие мои, Голгофа можно считать не только ту Голгофу, на которой был распят Иисус Христос. Голгофа – это тот же самый бутовский полигон. Это те же самые соловки, где томились и погибали. Читатель Лихачева, Дмитрия. У него гениальный человек, гениальный академик. У него про это написано так, что душа переворачивается. Он про эту Голгофу на Соловках, на Колыме. То есть Голгофа, где распинали лучших, не разбирая. Вот что имеется в виду. Не та Голгофа, которую просил над собой насыпать мой любимый Гоголь на Новодевичьем, когда мы его хоронили. Раньше там стоял памятник от правительства СССР, такая высокая колонна с бюстом Гоголя. И он смотрел на Михаила Анатольевича Гулгакова, могилы их напротив. А Гоголь просил, если я умру, то похороните меня, насыпьте надо мной большой холм Голгофу, поставьте крест. Большого холма там не получилось. Там такой небольшой холм. То есть это даже пародия какая-то на Голгоф. Потому что я думаю, Гоголь не очень доволен. Так что немножко раскрепастите свои мозги. Там или край мятежных ветров и колоколин. Мятежные ветра – это бунты, это и пугачёвщины, и разин, и стрельцы, что угодно. Колокольня. Куда вы денетесь от колоколин, уходящих ввысь? Никуда. Это символы. И не надо их презирать. Презирая символы своей страны, вы тем самым презираете свою страну. Распятые пророки. Это опять же те люди, которые страдали в лагерях, которые были расстреляны и белыми, и красными. Это пророк, истинно пророк. Это монах Авель, которого сгноили просто в темнице. В какой-то степени где-то меня спрашивали про Распутина. Можно ли отнести Григория Распутина к категории пророка? Можно отнести. Он же сказал царю Николаю. Сначала они убьют меня, а потом они убьют тебя. Так что я не понимаю непонимание этого текста. Он, в принципе, очень простой текст. Если знать историю своей страны, и этот текст об отношении человека, то есть который как бы ассоциирует себя со своей родиной. Вот он вместе с ней бросается в любой омут несчастий. Вот он с ней проходит всю эту историю. И вот верит в то, что свет полярной звезды в спасение дан. На ответ... Я давал ответ по поводу полярной звезды раньше. Как символ России. То есть вот это северное сияние, да, северная звезда, которая светит нам, живущим, в общем-то, в непростых климатических условиях, в северном полушарии. Так что я не знаю. Одни ругаются, что очень простые тексты, а другие не понимают элементарных вещей. Ну, знаете, ребят, всем не угодишь. Тем более, что живем на свете не первое десятилетие. Поэтому... Я надеюсь, Полина, что в какой-то степени, может быть, я очень эмоционально, но ответила на ваш вопрос. Прошу извинения за излишнюю эмоциональность, но довольны ли вы результатами своих трудов? Я никогда не бываю довольна результатами своих трудов, потому что не всегда получается в конечном результате то, что мне хотелось бы. Но здесь уже как бы я могу быть довольна результатом в том случае, если я отвечаю сама за все, как было с моим проектом «Маргента», и как, я надеюсь, будет с этим проектом, где, в общем-то, мы идем как бы по одной дорожке с авторами музыки и с исполнителями, а здесь уже большой роль играют желания и пожелания исполнителей, в данном случае Валерий Александрович. Так, «Ледяной дождь», конкретно песня. Очень интересно узнать, спрашивает Анастасия Гладилина, что же за шаман такой наложил проклятие на песню «Ледяной дождь». Я не знаю, что это за шаман, то есть фамилии я его не знаю, я знаю, что он существует, что ребята просили его написать текст, что он написал, я не знаю, меня не ставили в известность, я про эту историю узнала гораздо позже, он написал текст, который не подошел, и он сказал, что он переделывать не будет, и как бы он просит рассчитаться группу за черновик. А если они это не сделают, то тогда вот он, как шаман, наложит проклятие на эту песню, и никто не сможет написать текст. Я должна сказать, что проклятие действительно было, потому что когда я опять взялась за эту песню, ну здесь те, кто не любит мистику, те могут просто пойти чай попить, вообще слова не складывались во фразах. То есть я не могла понять, в чем дело, это потом я уже узнала про это заклятие, проклятие, вот, а оно действительно существовало. Вот, и через какое-то время удалось пробить эту стенку, ну я не буду рассказывать как, но удалось пробить эту стенку, и что-то опять, пусть вариант за вариантом, но что-то сдвинулось с места. Но определенная стена была поставлена, я уж не знаю, как он это делал, там привлекал ли он каких духов, бил ли он в бубен, плясал ли он вокруг костра, не знаю, но действие было произведено. Ну, в общем, любое действие найдется и противодействие.